Теперь следующая тема. Итак, страшная катастрофа случилась в центре Сибири. Вот. Где-то не так далеко, то ли в ту веке, где лес, стоит столб, это центр Сибири. И в этом центре Сибири, это, ну, получается, от меня, может, 100-200 метров, не дальше. Мы живем в центре Сибири. Абакан, Минусинск, Шушинская, Саиногорск. В этом районе случилась страшная катастрофа. Были уничтожены сотни тысяч, а может, миллионы яблонь в течение нескольких лет. Сейчас до сих пор мне жалуются, посадил, погибло, посадил, погибло. Но это уже понятно, почему. Это свеженькие, с юга. Людям лапшу навешали. Просто навешали. Ну, люди верят же, понимаете. Да нет, нет. Так же, как этим сам, Минусинск, Баканцевнушали, что это сажен все железо. Вот. А люди верили. Представляете, какой позор на мою голову. Только одно утешение. Там фамилия была чуть перевернута, но сто процентов моя. Так вот. Значит, остались. Вот это сосед. Этот забор. За забором я стою. Перелезть не могу. Калитка забита. Соседи сменились. Теперь здесь красноярцы хозяйничают. О прошлом они не знают ничего. Вот. Это самое первое поколение уже нет на свете. Второе поколение помоложе. Продали третьему поколению. То есть третьим личам. Но пока они были жили, я посадил специально прекрасный сад. Порядка тысяча сорок деревьев. Плюс еще сорок этих самых привитых ям. Это был сказочный сад. У меня есть фотографии. Ну вот. Телевидение, когда приезжало, я с чистой совестью, глядя им в глаза, не стесняясь. Я говорю, вот калитка, вот мои деревья за забором. Почему? Мне места не хватало. Ну, были времена. И картошечку надо, и мучок, сами понимаете. Вот. И тогда я еще не расширялся, не прикупал землю, а просто садил на территории соседей. А потом приехал их родственник и уничтожил большую часть секатором, отрезая все нижние ветки. Через одну скелетные ветки. Это самое. Этот человек, я еще раз говорю, пусть я скажу пятый раз. Но это было... Почему? Это имеет отношение к этой фотографии. Сейчас поймете. Этот человек, когда я возмущался, ко мне приехали тогда 15 человек со всей России, семинар проводил. На их глазах он резал. Вот. А я ничего не мог поделать. Он мне сказал. Вот. Я в сторонку его отвел, шиплю, говорю, прекращай. Что ты творишь? И вот эта фраза, которая вот так же, как, помните, сколько бреда принесли эти самые люди, которые закончили темирезу в академии. Помните? Это режьте летом, режьте зимой, режьте весной, режьте осенью, делайте специальные чаши, отрежьте все ветки до высоты метр и так далее. Вот. Это то вредительство с юга. Я это... Ну... Попади к Сталину, мои данные. Расстреляли бы к чертовой матери. Вот. За вредительство. Тут легко понять, что это чистое вредительство. А, пожалуйста, на меня раньше, за поклёпную советскую науку, меня бы расстреляли. Или в Сибирь бы отправили. Садить сады. Вот. Мол, пусть теперь там получится. Пасанец в Сибири. Ахаха. И вот тогда получилось следующее. Значит. До сих пор Константинович гибнут, гибнут, гибнут. Ясно, гибнут уже покупные. Вот. И вдруг, я слежу, в лесу, в тайге, появились промежуточные варианты. Тайга рядом. Буквально где-то, с одной стороны, у меня от меня 100 метров, с другой стороны, там 200 метров. И вот она чистая тайга. И когда приезжал Курдюмов, любитель полукультурок, ранеток, он меня обратно, я уже благодарен невероятно, научил уважать ранетские полукультурки. Я их даже не пробовал. Нет, мы идём к соседу, к другому. У меня-то нету их. Одна ранетка, и всё. Всего одна. Правда, выдающаяся, но одна. Вот. И тогда, значит, мы с ним ездили, ездили, останавливались, и пробовали ранетки, непонятно, сильно мелкие, сибирки, но почему-то покрупнее сибирок. Вот как ногти на мизинце. То есть на всех пальцах, разные. Так вот, они не погибли. Вот крупноплодные погибли, и самые, которые не погибли, сюда отнеслись. Знаете, как бывает, чудо какое-то. Алёнушка, вот она у соседей. Она должна быть мертва, потому что всё, что я им насадил, всё, что искалечил Алексей Косованов, фамилию его говорю. Почему? Потому что он меня, я провожу вебинар, ко мне приехали москвичи, томичи, красноярцы, иркутяне, и он меня, когда я не сказал, он мне при всех отвёл в сторонку. Вот. С полупрезрением. Нет, хороший мужик, отличный, как мужик, попросил помочь, рубашку отдастся, и это самое, из огня вытащит. Но, это нормальный мужик. Но, что касается садоводства, фраза страшная для меня, и смешная одновременно. Константинович, ты ничего не понимаешь? Запомни, чем больше режешь, тем больше урожай. Вбитая ему башку была, представляете? А вот кто? Бульдозерист, экскаваторщик, шофёр, дальнобойщик, вот его профессия. Но даже он, шофёр, экскаваторщик, тракторист, знает, что чем больше режешь, тем больше урожай. Он уничтожил этот сад. Вот это калечение совпало с этим. Заодно, не болели, никакой бактериальным раком не болели груши. Уничтожил почти все. Абрикосы уничтожил. Про них рассказывал. А почему на экране вы видите эту, Алёнушку, привитую на сибирку? Так. И сама, ну как бы, плебе не плебе, но ведь выдержала же. Раз. И, когда сад освободился, площадь, я посадил позже. Уже не было его, уже продали. И вот теперь только из-за этого есть. А, смотрите, как я интересно показываю. Вот она. Кушать её можно? Алёнушка по вкусу почти мелбе не уступает. Представляете? Мне иногда кажется, что это младшая сестра мелбе. Вот кажется, и всё. Вот. Настолько они похожи. А, только мелкая. А теперь смотрите дальше. Ну, дерево как дерево. Это соседнее с ним дерево. Алёнушка, вот она, вот тут слева. Смотрим внимательно. Какое счастье, что я его посадил позже того, когда был продан сад. И калечить его было нельзя. Роскошнейшие сорта были ему уничтожены в прямом смысле. А я-то их телевидению показывал. Я потом как-то подберу фотографии. Я же хвастался телевидением. И фотографии делал. Вот это второе дерево. Тоже Алёнушка. Внимание. Это нижняя часть. Да? Ну, плоды это не отсюда. Это немножко не там фотография. Это моя лёнушка. Моя-моя. С моего сада. Вот. Сюда я не мог попасть. Здесь это самое забито калитка. Всё. Вот. А вот это верхняя часть. Смотрите. Верхняя часть. Есть плоды? Ну, есть и неплохо. А вот нижняя часть. А теперь берём. Вызываем. Меня на неделю назначают зам ну, там, Сталина или другого президента. Вот. И говорят. Вот тебе власть. За неделю наведи порядок с удовольствием. Я беру, приглашаю. Я уже рассказывал подобные сюжеты. Мечтать-то не вредно. Я приглашаю фотоаппаратчиков или как там этих журналистов всех, международников. Вот. Ну, сколько может чужих жрать отравленные фрукты? Ведь это же не отравленные. Здесь-то капли яда не было. Я железу плюнусь. Здесь не было капли яда. Даже от ли ничего не спасается. Даже от ли. И тогда приглашаю сюда списочек такой человек 5-8. А это значит как право из них. Я бы пригласил четырех выпускников Тимирязевки Курдюмова, ну, как суперспециалиста, который на моей стороне и книга в нашей общей. И троих выпускников Тимирязевки, тех самых. Фамилию назвать? Или пусть живут. Вот. Эти фамилии уже давно привлекали. Третья из них это та, что написала целую книгу. Режьте летом, режьте весной, режьте осенью, режьте зимой. Представляете? А теперь представим себе, что это все было бы отрезано. Вот так. Вот. Выдержала бы она, это же бактериальный рак. Бактериальный потерь. Вот это низ, а это мерк. Комментарии нужны. И вот тогда бы я эту команду провел. Почему? Сами бы не поехали. Но имея абсолютную власть, вот, значит, наручники привезли. Вот. Специальный самолет, полный самолет правонаристов. Вот. Подвел бы к этому дереву, к этому. Цитировал бы книгу, цитировал бы то, что это. Ведь она тогда женщине приказала отрезать нижние 400-летные ветки больше, чем, толще, чем вот эти. Толще. Это другая. Вот. Третья благословила, шикарное образование. Вот. Какой-то металлург. И вот я бы сказал, режьте. Режьте. И все на них камеры смотрят. Вот. И что они? Ну, вы же научили миллионы. Вы же моего друга хорошего. Он же не со зла уничтожил сад. Не со зла. Он хороший мужик, отличный. Лёша Касаванов. Мой сосед. Он не сосед, он бывший муж этой самой хозяйки. Но приезжал. Дети тут его росли. Приезжал. Вот. Он-то не со зла. А вы вот возьмите вот с плодами. Отрежьте. Умоляю. Вот. Да не умоляю, я приказываю. Вот эту бы картину. Почему? Мы вот такой. Все, кто учат отрезать низкие скалетные ветки. Все вот. А их отрезают, ссываясь на то, что причины есть. Я про них не раз рассказывал. Первый год растёт саженец. Ему надо прижиться. Он даёт нижние хиленькие веточки. Потом закрепляется. На следующий год, помните, я вам показывал у себя. Первый год вот так вот. У меня. Ой, жалко, наверное, не видно же моё изображение. Ну, допустим, полметра. Второй год метр. А третий год два с половиной метра. И вот перед нами огромное дерево, которому два с половиной года от посадки однолетнего саженца. Я вам сто раз показывал такие. Вот. А нижние-то они хуже плодоносят, но они нужны. Тысячный раз говорю. Главное, чтобы они не плодоносили. Главное, чтобы они с помощью фотосинтеза обеспечивали глюкозой корни. И всё, что о корни пропитает вокруг почвы. И в этой глюкозе будут радоваться черви, грибы, все это жучки, паучки, вся эта живность. Понимаете? Все бактерии будут радоваться, что почва сладкая. Отрежьте. А, нет. Вот это я бы объяснил людям и сказал, режьте. Ну, вы же написали в книге, а? Гражданка из Борска. Ой, извините, я уже случайно фамилию назвал. Гражданка из Борска. Ну, вы же написали, что теперь, где режьте, режьте, режьте. Ну, я не мог, друзья, иначе. Я должен был высказаться в таком духе. не будет нижних скелетных веток, да еще набрезка на концу. И это дерево было мертвое, потому что Леша Касаванова отличный мужик. Вот. Отличный мужик. но херовый садовод, я считаю, да никакой не садовод, наученный вами, гражданке Тибиряевке. Вот. Уничтожил целый сад, который я возил специально, как приезжало ко мне телевидение, я показывал, показывал, гордо показывал. Так, ну, скоро сейчас, как говорю, это сад Мичуринский. Ну, не в городе Мичуринский, а, оказывается, такой сад, я впервые вижу, есть на МВДНХ в Москве. Его, этот сад, посадили и назвали Мичуринским, видимо, считая образцом. На самом деле, натворили делов, посадили в яблоке, и есть специальный фильм «Наш человек», который прекрасно знает о посадках на возвышении, на бугры, на холмы, на гряды, знает прекрасно. Вот. Ходила, показывала основания штамба, полугнилые, да? Видно было, она специально не показывала, но видно было, много ран на штамбе. Эти штамбы, это не простые, искусственные. То есть, здесь тоже поотряжали, к чёртовой матери, или нижние скелетные ветки. Вот. То есть, традиция, сад Мичуринский, это традиция та же. Ещё раз, друзья, не путайте агротехнику с селекцией. Но агротехника, особенно страшная, вот это вот, я её называю, знаете как, звериная, я её называю губительной, я её называю, вот это, мучительной. Она не позволяет заниматься селекцией. Ну, что такое селекция? Это значит, плоды крупнее, плоды слаще, количество их больше, морозостойкость выше. Ну, изувечил ты штаб, ну, откуда же морозостойкость? И теперь листья будут сожраны. А дальше список, видите, знаете, создают же книги, да, в этих книгах учат калечить деревья, а в конце список кого? Вредителей. Вредителей, понимаете, которые жрут деревья, а дальше идёт список ядохимикатов. А связи они не видят. Обидно, страшно, друзья. Ну, вы поняли, это позорище. Вот, а она что подчеркнула, сказала? Ну, вы же видите, я, знаете, когда она ходит по саду, ходит, ну, где-то по деревьям два-три паршек яблок, говорит, да яблок-то нету, вырожай-то нету, и что это за сад такой? Вот. А мы сегодня собирали плоды с моим внуком, вот, а вы знаете, сколько внуков у меня сегодня заработал? Ну, яблоки-то легче, мы с ним собирали ведро абрикосов, собрали, ну, полугнилых, но жалко их оставлять, и несколько ведр яблок, да, вот, ну, по моей такси 400 рублей заработал малыш, это, я его называю, юный, самый юный из действующих садоводов, ему 5 лет, 5, вот, он спокойно, с удовольствием работает, у него особый талант, это все есть, но не о нем же рассказывать, я уже фотографировал, у него склон из клепки такая, он покупает, покупает сам, ну, мама рядом стоит, пластилин, у него, у него, это одна, смотрите, я уже, ну, не выдержал, вот, знаете, чем ураж, вы же меня не видите, вы сейчас увидели чем ураж, который я в саму жизни бы не нарисовал, вот, то есть нарисовал, не слепил бы, вот этот юноша, 5 лет, он уже, а я же не просто с ним, я рассказываю, мы подходим к яблоне, мы подходим к другой яблоне, ну, что-то же отложится в голове, хотя фильм для вас, и фильм этот выйдет завтра, скорее всего, вот, но это будут, настоящий фильм, чтобы вот так вот, не садили в ямы, не гноили основание штампа, чтобы не делали, видно же было в этом фильме, что тут страшные раны на штампах, видно, и результат, вот он результат, зачем мы, ну, он же занимает огромную площадь, когда фильм снимают, видно, там каждый квадратный метр, миллионный доллар, вы знаете, что это Москва, ВДНХ, это же Москва, это не окраина, ну, 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 не плодоносит, но выпилите его, допустим, другое посадите, это, еще скажу, в случае, вот теперь, в скрате, Константин, если честно, мужик, скажи, где этот растет груша, с плодами, где-де, я знаю, где был в саду, посадки были прекрасные, посадки были, там могу, хотя бы, учебный фильм, давайте немножечко поподробнее, впереди же осенние посадки, да, не обрезка осенняя, гильба и божья, а посадки, вот она, архив железа посадки, сейчас я быстренько найду, где-то в этом месте, я вам покажу, вот, ну, посадка по железу, вы сами понимаете, вот она, да, ну, что тут, сам себя обижать, ясно как, и сразу, заращивание, вот, мне, кто-то из вас, второй из вас, вот сейчас не вспомню, Николай, не твоя работа, вот, писал ролик, и, и сопроводил его, не буду твою фамилию говорить, потому что ты сопроводил его, таким крепким матом, а там человек, что он вытворял, чтобы продать вам кучу ненужных, мест посадочных, он взял, изувечил, приствольный круг, изувечил буквально, что он там, посоветовал купить там за 9 тысяч, это, и главное, зачем, кто тебе сказал, что ты туда кислород подаешь, я там, все уничтожил, все червячные ходы, вот, а моя альтернатива, вот она, пожалуйста, вот, а вот это вот, этот самый, груша, которая, не надо было, это умерщвлять, ее достаточно было, маленькая, маленькая, маленькая ямочка, неглубокая, и трава, причем, трава местная, то есть, ее никто не эмульчировал, гниет вот так вот, вот, тогда, когда я налучился, все это, я тогда начал, что делать, ну, вот сейчас покажу, и так осваивается новый участок, еще раз, вот это Сергей Железов, это больше картофельное поле, поэтому мы особо-то не берегли, эту дерну, если бы было задернено, мы бы тогда привозили бы, этот самый, как бы со стороны, вот покажу, извините, но учеба, пусть еще раз, вот смотрите, там где дерн, вот так мы садим, со стороны привезли, видите, и все, и посадили в ямку, вот такую вот небольшую, все, дальше, значит, идет, видите, это перегной, что тут не поделит, сало как сало, что его, вот, вот он это, вот, вот это та самая фотография, которую, тебе же, как я сказала, у вашего сына, злобный взгляд, как будто он хочет, прибить лопатой, видели, нет, вот так вот, это от ненависти, что, это самое, ну, как сказать, чисто женская, как бы назвать-то, ну, ну, как ответить, ответить, как, выставил, выставил, в таком цвете ее, ну, надо же было, как-то в ответ, вот, что-то сказать, гадость, вот, а мы идем дальше, и вот, наконец, посадка, вот такая вот, а потом, продолжая тему, вот здесь Сергей, ну, что, ну, купили мы, ну, отдали лимон, но дело в том, что, как можно было терпеть Сергею, которого мы потом еще прикупили, в общей сложности, мы на 27 лимонов земли купили, вот, этот участок обошелся в лимон, а, такой Сергей потерпеть не мог, но он здесь насадил, груш, слив, некоторые до сих пор растут, вот, получилось густовато, вот, но проданы были на следующий год, еще немножко, еще через год, а несколько осталось навсегда, получилась планировка, какая-то такая, хаотичная, да, разве в этом дело, вот, но тогда, одна из оставшихся, груш, вот так стало, а мы ходим, но внимание, ходим, но внимание, как правило, заросшее, вот, и вдруг, я обратил внимание, мать честная, в саду у Железова, груш погибает, я сказал себе, делаю фотографию, бог сказал, пусть она, хорошо, что не продали, когда она была маленькая, и здоровенькая, хорошо, что она начала гнить, зато теперь, доказательство еще одно, что надо обязательно, садить на возвышение, что было дальше, был создан фильм, с помощью моего внука, Тимоши, я подвел Тимошу, а я детей специально, говорю, Тимоша, что будем делать, вот, и даю ему лопату, но он, конечно, не догадался, а я сказал, небольшой склончик есть, такой, градус от 2-3, а прокапывай канаву, и вот, когда он прокопал канаву, это было в прошлом году, фильм сделан, и в этом году, она плодоносит, но, еще раз, ребята, это самое слабое место у груш, вот, еще будет для будущих книг, для будущих, я обещал целую серию видеокниг, правда, нашлось всего пару сек, которые мне прислали, немного денег, вот, мол, чтобы быть как соучастниками, что ли, ну, это, конечно, как говорил этот, это Стап Эндер, вот, как-то был, как жалко, старею, самая феноменальная фраза, самые такие, я вам говорит, ладно, все, не будем, так вот, это фотография для будущих книг, поняли, доказательства нужны, и самое страшное, это когда, доктор наук, фильм свой, он выставил в интернете, несколько лет назад, я сделал, прямо скина с этого, она делала фотографию, это ужас, так вот, там было написано, посадка яблонь, запятая груш, он, доктор наук, не знает, что груш изгнивает, 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 яблони могут остаться, могут, если их бывает, глубоко закапываешь, они опростают, дополитыми корнями, вот, ну, и так далее, а вот груша, вот такая судьба ждет, ну, помните, вот, последний действующий вебинар, 299, он был, немножко у меня, хаотично разбросан, вот, это мы проходили, еще раз, просто, в надежде, что может быть, нас это и так будет мало, я тоже боюсь, там, и двухсоток просмотров не будет, но, но, а вдруг, пять человек зайдет, свежий, ну, а сколько их нас обрагалось, принцип тот же, никогда, не покупайте, ни одного дерева, на клоновых подвоях, ни абрикосы, на степных вишнях, ни абрикосы, на песчаных вишнях, ни яблони, на карликовом подвое, никогда, никогда, ни на СВЧ, вот, никогда, то, что палка воткнута, бросает корнями, не для России, вот, я тут, это, собираюсь снять, я, этот, сам, я все-таки пытался снять фильм, потом смотрю, вроде не записался, дело в том, что, я этот фильм, если, или покажу, если он заснялся, я сегодня поздно приехал, а если нет, то я все-таки сниму, вот, это будет последний день, поминки, или это будет, поминки по, 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 колонавитным яблоням, именно они, на карликовых подвое, прежде всего, вот, я просто, пока просто зарекаю, смотрите, по 1800 подать не смогли, вот, а тут не за 300 рублей, вот это самое, тут надо бы, убедить человеку, приплатить себе, вот это, вот любому человеку, сказать, давайте мы вам заплатим, ну возьмите, он вам яблони на карликовых подвое, я его здесь еще при этом, эти фотографии с интернета, надежные.